Я не люблю слово «дураки», когда его употребляют по отношению к этим детям. Оно неправильное, неточное. Они не дураки, они другие, не такие, как мы. В жизни очень многое поменялось, поменялись взгляды. Потому что каждая проблема, которая где-то, ну скажем там, на работе, еще где-то появляется, то ты смотришь на это совсем по-другому, уже это не проблема по сравнению с тем, что когда есть с кем сравнить, наверное. Ну, наверное, для того, чтобы быть добрее, каждый ребенок должен жить со своими родителями, каким бы он ни был. Ну, вот, наверное, вот фильм об этом. Интересно, как он представляет этот наш мир, если он никогда его не видел. Когда человек теряет глаза уже пожив, посмотрев, у него остаются в памяти образы, ассоциации. А когда он родился таким, в полной темноте. Очень часто люди называют фильм про людей с ограниченными возможностями. Маленькая поправка с людей с безграничными возможностями. Вообще они очень сильные и мужественные люди. Очень терпеливые и благодарные. Но, конечно, и у них бывают минуты отчаяния. Однажды Сашка, который рисует зубами, потому что у него не работают ни руки, ни ноги, как-то с болью мне сказал, за что это нам? И сегодняшний фильм, он о многом и о наших убогих душах. Я посмотрел, на кого мы похожи. Внутри мы себя прикрашиваем, мы делаем там какие-то вещи, которые, чтобы там покрасивее выглядеть, одеваемся покрасивее. А внутри там вот такие вот души наши такие. Они не видят, не слышат. Хочется сказать, что такие фильмы нужно снимать, нужно смотреть, нужно показывать людям, чтобы действительно их сердца исцеляли, чтобы люди становились лучше. Мы к чему-то стремимся, хотим быть лучше, быть красивее. А в итоге оказывается, что мы идем мимо людей, которым нужна наша помощь, а мы проходим мимо. Таких детей надо устанавливать, и что их не надо бросать. Фильм «Не забывай мне» был отмечен специальным дипломом на кинофестивале «Восток-запад. Классика и авангард». Но съемочная группа отмечает, что главной наградой является больше то, что после съемок и просмотра фильма родители одного особенного малыша Максима забрали ребенка обратно домой. Стоит отметить, что в копилке протерея Сергея Баранова не только фильм «Не забывай меня», но и спектакль «Дураки», а также картина «Литургия». На этом его творческая деятельность не заканчивается. Я очень много и давно езжу на Афон, я там расписываю храмы. Это в Греции остров, где живут только монахи. Мне всегда, людям очень интересна эта тема, потому что немногие туда могут попасть. Поэтому в феврале я хотел с этими ребятами, телевизионщиками, попасть на Афон, там, где я расписываю, тружусь и немножко рассказать оренбуржцам об Афоне. А к Рождеству наше телевидение Орское должно смонтировать фильм. Я недавно приехал с Америки, отец Сергей в Америке. Там была духовная поездка, но я там постарался и гражданскую сторону осветить, и природу Америки. Я думаю, фильм будет интересный. Он берет мою помощницу Оксану за руку и ведет ее к выходу. Это он думает, что его мама приехала, поясняют воспитатели. Значит, он все же какой-то частью своего сознания здесь, в этом мире. У него остаются понятия «мама» и «дом». Понятия остались, но ни мамы, ни дома.